Сегодня я хочу поговорить о аутентификации, авторизации и такой реализации, как Single Sign-On и Single Sign-Out. Начнем с малого. Я думаю, начнем с, что такое аутентификация и авторизация. Аутентификация — это, если говорить простым языком, определение объекта, как сущности, которая, короче, персонализация, по-другому сказать. Это когда человек может авторизовать, ну не авторизовать, а система может определить, что это за личность. То есть это определение личности непосредственно. Авторизация, в отличие от аутентификации, это то, что эта личность может делать, имеет право. То есть это все вот эти два определения, они есть в обычном реальном мире. То есть если сравнивать с охранниками на входе, которые распознают и авторизовывают тебя на вход, к примеру, либо разрешают тебе, ну авторизация в частности, подписывание каких-то документов, где-то можешь заверять своей как бы подписью какие-то документы. То есть это все есть в реальном мире, и поэтому, я думаю, так будет проще запомнить, если кто-то с этим сталкивается, потому что многие люди путают эти два момента. Особенно путают, когда, что из этого первое происходит. То есть сначала происходит аутентификация, мы узнаем, кто это, и потом авторизация. То, что этот человек может делать. Вот тут как бы, в принципе, наглядная картинка. То есть заходим, мы узнали только кто ты, не более того. И когда мы хотим совершить какие-то действия, тогда система должна определить, имеешь ли на это право. Да, то есть пермишены, воуты, гранты и так далее. То есть очень много реализации, то же самое авторизации. Вот, начнем с аутентификации. Аутентификация бывает много видов. Из них наиболее распространенная, это простая аутентификация, single-factor authentication. По сути, это просто проверка подлинности с использованием каких-то одних составляющих. То есть, например, логин, пароль, и этого достаточно для простой аутентификации. Двухфакторная аутентификация, это когда мы, кроме логин, пароля или какой-то другой проверки сущности, мы используем дополнительные какие-то средства. Например, вот часто бывает, когда вы подтверждаете в интернет-магазине, там, SMS-ка, выводите код или вход в какую-то банковскую систему, часто бывает подтверждать нужную SMS-ка, либо там бывает Google-аутентификатор. Дальше есть мультифакторная аутентификация, она тоже относится к… ну, двухфактор она тоже относится к… Это более секьюрная и как минимум три составляющих аутентификации должно быть. То есть, допустим, логин, пароль, какой-то ключ и, допустим, подтверждение какого-то токена, например. Вот. Еще есть Strong Authentication. Это, как бы я назвал это мультифакторная плюс. Это, как бы, есть полиси, которым должна соответствовать мультифакторная аутентификация. И некоторые компании требуют от Security такие полиси, где нужно три этапа аутентификации, плюс еще, допустим, один этап из них должен периодически меняться, чтобы это, допустим, нельзя было отследить. То есть, очень много разных вариантов. И еще одна из распространенных – это Continuous Authentication. Это продолжительная аутентификация, когда система периодически запрашивает у пользователя, кто он такой. То есть, бывает такое понятие, как expired, когда у нас сессия экспорится, и мы должны перезаходить. То есть, это тоже устанавливается. Это тоже соответствует определенным полиси, security, когда, допустим, отошел от компьютера на пять минут, и кто-то зашел и там написал пример учета. То есть, чтобы это безопасить, мы используем Continuous Authentication. И очень часто бывает, когда вы используете какие-то… Допустим, в Linux, когда ты заходишь под рутом, то есть, когда делаешь в Sudote, на небольшой промежуток времени ты можешь выполнять операции без ввода пароля. И то есть, через какой-то промежуток, через минут пять, тебе опять требует пароль, потому что это продолжительная аутентификация. Система должна заверить, что это действительно вы. Из таких распространенных средств, которые используют… Я хотел бы поговорить, прежде всего, про веб, плавно перейду к этому. Используются такие штуки, как OpenID и OAuth. Это распространенные виды реализации аутентификации. И как бы здесь на картинке можно понять… Ну, это такая картинка, которую в Google вы первую найдете, когда введете OpenID либо OAuth. Смысл в чем? OpenID – приложение либо сервис требует у пользователя определить, кто это. И пользователь может завериться только у Identity Provider. В одном случае, допустим, Google Identity Provider. Google выдает нам всю информацию, которая требует приложения name, mail и токен, которым заверено это сообщение. И так приложение может завериться, что вы действительно вы, потому что Google это заверил. То есть это есть OpenID Connect. И снизу у нас Pseudo-Authentication. У OAuth первой версии она была менее секьюрная. И здесь мы можем посмотреть, почему здесь называется Pseudo-Authentication. Потому что в приложении у нас сразу требуют ключ, чтобы совершить какие-то действия. То есть она не требует узнать, кто ты для того, чтобы что-то сделали. Она просто требует ключ. И если ключ будет сходиться, то выполнится операция. Поэтому это как бы идет Pseudo-Authentication. Потому что мы можем не узнать, кто это в действительности есть. Просто главное, чтобы у него был ключ. Теперь перейдем к OAuth 2. Это Basic Flow. То есть как оно, в принципе, работает. Клиент запрашивает. Клиент хочет получить доступ к ресурсу. И он обращается к ресурсу. Ресурс его перенаправляет в авторизационный токен. Авторизационный сервер. Который при авторизации возвращает ему токен. И с этим токеном клиент может получить доступ к ресурсу сервера. То есть это, в принципе, обычный флоу в любой авторизации. Когда мы хотим сохранять юзер-сессию. Ну, не юзер-сессию, а определять, что это за юзер. И сохранять это как бы в системе. То есть мы определили раз, и дальше мы можем работать с этим сервером. Без каких-то дополнительных авторизаций. Это основное отличие от OAUS-1. У OAUS-2 есть такое понятие, как refresh токены. И они, в принципе, и есть этой более секьюрной ступенью. В отличие от OAUS-1 версии. То есть, по большому счету, в некотором роде OAUS объединяет OpenID и получается OAUS-2. То есть в данном случае у нас как работает OAUS-2 с refresh токенами. Клиент хочет получить доступ к ресурс-серверу. Для этого он обращается к авторизационному серверу. Авторизационный сервер возвращает ему сразу два ключа. Refresh и access токен. Но в традиционный сервер мы вводим там логин пароль или любая у вас там автентификация может быть. Дальше. С этим access токеном мы можем получить доступ к нашему ресурсу. То есть это может быть там какой-то сайт, какая-то страница и так далее. Спокойно возвращаются нам эти данные и через определенное время мы тоже обращаемся с этим access токеном. Но наш ресурс-сервер говорит, что токен больше не валидный. После этого мы берем с нашим уже существующим refresh токеном и обращаемся в традиционный сервер, который выдает нам новый access токен. И с этим access токеном мы опять можем ходить на этот сервер. То есть вот в этом и суть главного отличия от первой версии. И поэтому первую версию уже практически все забыли. Далее хотел бы поговорить про такие штуки, как смарт-карты. Kerberos – это сервер некоторой реализации в IT-мире. Очень часто используются в таких протоколах, как LDAP, DFS, вообще в Windows-системах, ну в сетях, я имею в виду. То есть какая суть работы? Есть какой-то клиент. Он хочет получить доступ к файл-серверу внутри сети. У клиента, допустим, он залогинен в системе. У него есть уже как бы сессия, которая определяет его логин в сети и его модификационные данные. Когда он обращается на сервер, сервер его переадресовывают на KDC – это Distribution Center. По большому счету это сама основная как бы identity, можно сказать, авторизационный провайдер для сети. Когда мы обращаемся к этому серверу, он берет наш ключ, сверяет. И если этот пользователь есть в системе у него, то есть это не просто компьютер, подключенный в сети, а именно у него он числится как в учетной записи, он выдает ему вот такой авторизационный сертификат, с которым он может подтверждать, кто он такой в сети. Дальше мы берем с этим сертификат и идем опять в файл-сервер. Файл-сервер знает, кто мы, но он не знает, может он нас пустить туда или нет, потому что он требует теперь авторизацию. Мы опять идем с этим уже ключом к Distribution Center и спрашиваем, можем ли мы получить доступ к файл-серверу. Если бюджетный центр проверяет наш сертификат, наша таблица грантов, дает ему такой TGT, это Ticket Grant Ticket. И мы с этим тикетом уже можем ходить на файл-сервер. Он у нас лежит в нашем хранилище на компьютере и мы можем с этим ключом ходить на этот файл-сервер. У этого сертификата может быть какой-то экспарен, может и заэкспариться за сутки. То есть в зависимости от настроек наших серверов. То есть в принципе смарт-карт присутствует практически везде. Даже веб-сервера и веб-реализации, аутентификация, авторизация, в принципе пользуются аналогичной системой. Единственное там будет у нас не сертификаты, а токены и так далее. Там разные виды там зашифрованных данных, так чтобы их нельзя было переходить в слуху. Веб-это прежде всего request-response и всегда его можно переходить в отличие от каких-то там бестопных приложений. Также распространена сейчас такая штука как JSON Web Token. Веб-токен по сути можно реализовывать как угодно и с помощью веб-токена можно сделать как только аутентификацию, так и аутентификацию с авторизацией. Почему это удобно? Потому что это в полной мере соответствует как бы канонам веб-приложений и протоколу HTTP, что означает stateless, это мы не должны сохранять state, статус наш на сервере. То есть сервер должен быть нейтральным, он не должен хранить сессию. Это очень большая ошибка, особенно legacy-приложений, где хранится сессия и также является увязвимостью. То есть кой-флоу, мы вводим логин-пароль, авторизируемся, аутентифицируемся на сервере. Браузер получает JSON Web Token, в котором присутствуют все необходимые данные. И дальше мы ходим уже с этим токеном к ресурсам. Они нам спокойно отдаются, потому что они уже заверены в традиционном сервере. Ну, это очень часто используется тоже в микросервисах, которые разграничены, между собой они в одной там сети, допустим, или в каком-то security, в какой-то security области находится. Ну, это, в принципе, как выглядит JSON Web Token. Думаю, кто с ним сталкиваться, понимает, о чем это, потому что основная суть это, допустим, вот эти три, их может быть большая часть самого токена. Они все просто зашифровываются, разделяются точкой. И, по сути, клиент, когда расшифровывают, получает… Самое главное – это payload, получает payload. То есть в payload мы можем хранить как имя, фамилию, и дальше там гранты, какие-нибудь роли, туда, куда мы можем заходить. То есть уже в зашифрованном виде его, как бы, проблематично поделать. Поэтому это упрощает жизнь и реализацию всяких архитектурных решений, когда нужно проверять, что это за человек и куда ему можно получить доступ. Ну, теперь можно перейти к основным реализациям сингл Сайнона. По сути, их очень много и, в принципе, сейчас это очень актуально. Особенно с ведением GDPR, которые в основном требуют не хранить пользовательские данные у себя в сервисе, у себя в системе. То есть как пользовательских таких, там, своих, допустим, сотрудников, которые уволились, мы не должны хранить. И если в вашей, допустим, организации используется очень много различных сервисов, то хранить это, ну, каждый сервис, если вспомнить, то хранит юзеров отдельно, каждый у себя хранит. И, то есть, менеджер это очень тяжело, что нарушает, в принципе, этот GDPR. То есть через определенное время можно прочитать личные данные, там, какой-нибудь системный администратор может получить личные данные, прочитать их человека, который уже давно уволился, например. И как раз это single sign-on, identity provider, решают эту реализацию в корне. Они, по сути, являются централизированным хранилищем. Кроме этого, они упрощают жизнь, потому что можно раздавать всякие доступа, раздавать роли, раздавать security policy. То есть, когда экспортируется в них, будет сессия, когда требуется меню пароля. И, там, можно двухфакторную авторизацию, аутентификацию. И все это можно сделать в одном identity provider, который будет работать с множеством другим сервисом, например, там, Jira, там, или еще там у нас Workday и так далее. То есть это все single sign-on сервис. Ну, по сути, single sign-on – это то, что позволяет юзеру проще упростить процесс входа в систему. Один раз вошел, и в всей системе ты уже, как бы, присутствуешь. Тебе не нужно постоянно вводить логин-пароль, подтверждать. Также я не мог упустить такой вариант, когда есть такие сервисы, которые, по сути, представляют собой password-менеджеры. То есть они просто хранят пароли от разных систем и просто помогают упростить процесс входа в систему. Но, как бы, и вот тут мы можем посмотреть сравнение. Single sign-on у нас идет больше для enterprise, когда мы можем очень четко связать сервисы между собой. всего один авторизационный, неотентификационный source. Мы можем входить только в одном месте. Централизованно это все настраивать, настраивать репортинги, сколько входов и так далее. Policy management – то, что я говорил. Есть очень много доверенных этих SSO-провайдеров, собственно. Поэтому не нужно там реализовывать свой личный. Поэтому password-менеджеры намного уступают, потому что они только могут генерировать пароли. Особо не проверять, только может положиться на package-inventor. Я бы хотел отметить основные из тех, которых я посмотрел, которые мне, по всякому случаю, были интересны. Это реализация SSO. То есть, по сути, SSO – это не протокол, SSO – это не какая-то там догма, которое нужно реализовать именно жестко, так как нужно. То есть, очень много реализаций вы можете сделать свою собственную. Она не должна, не обязана соответствовать какому-то там OAuth, либо OpenID, либо, не знаю, SAML протокол. Потому что это всего лишь варианты реализации. Они приняты были для того, чтобы упростить интеграции между разными приложениями. Это как бы стандартизированные некоторые реализации, которые нам более известны, и поэтому сервис-провайдеры в основном пользуются общепринятыми. Например, если взять SAML, то, по сути, это всего лишь XML, который по правилам мы обмениваемся между identity-провайдером и сервис-провайдером, условиями авторизации и идентификации. То есть, мы этот SAML протокол можем реализовать сами, добавить туда любые поля, убрать ненужные, которые нас интересуют. И, по сути, сами будем решать, какой уровень абстракции между identity-провайдером и сервис-провайдером у нас будет. Вот OpenID Connector тоже говорил, OAUS, LDAP, LDAP протоколы, это очень старые протоколы, это, по-моему, 70-го года, это из университета Мичиган, X500, по-моему, серия таких протоколов. Это директоры Аксесс протоколы. Они, ну, самые известные из них, это, конечно же, LDAP и сейчас ADFS, который, по сути, является LDAP. Они внутри себя могут использовать тот же самый смарт-карды Kerberos для авторизации. По сути, LDAP и ADFS — это не HTTP, не аутентификация и авторизация для веба, это идут внутрисетевые протоколы, ну, реализации, которые реализовываются только внутри какой-то корпоративной или домашней сети. Зачем, по сути, использовать SSO? И что, где нужно использовать? То есть, если для реализации какой-то простого приложения нам достаточно user ID и password, то SAML нужен, когда у нас централизованное хранилище, аутентификации. SAML предоставляет больше коммерческий support, кросс-платформенность и между клауд-сервисами. OAUS мы больше используем для connection-приложений, для каких-то простых, больше social networking, там, где не нужны нам гранты, никакие в плане подтверждения данных, кроме того, как получить просто доступ к авторизационным данным, то есть, допустим, взять email или имя-фамилию для того, чтобы использовать в каком-нибудь мобильном приложении или внешнем приложении. Например, часто выступает в роли OAUS Facebook, Google и такие распространенные сервисы. Они могут выдавать, допустим, заполненные профили, там, фамилию, имя, картинки, аватары. Можно даже иногда получать доступ к сообщениям и так далее. То есть, это все зависит уже от реализации. Ну, по сути, Facebook отдает всего лишь токен, который он может сам уже проверить. То есть, Facebook в данном случае выступает как и identity-провайдером, так и сервис-провайдером, потому что он все равно по этому токену будет выдавать необходимые вам данные. Ну, теперь хотел бы обратить внимание на самый распространенный этот протокол SAML. 2.0, первый, честно говоря, не застал. Флоу у него такой, браузер обращается к сервис-провайдеру. Сервис-провайдер – это какой-нибудь, не знаю, там, сервис, в котором мы хотим авторизировать какое-то приложение. Он обращается, и сервис-провайдер его редиректит и просит его авторизироваться. После этого браузер перекидывает на identity-провайдер. identity-провайдер запрашивает у нас авторизационные данные, после этого он дает, возвращает ему все необходимые для сервис-провайдера данные. После этого мы делаем запрос. Сервис-провайдер проверяет это, есть ли у него такой пользователь, и возвращает уже в виде кук. И после этого мы с этими куками можем ходить, ну, или кук, или local storage, что она может быть, как уже будет реализация в самом клиентском приложении. И уже с этим токенами можно спокойно ходить в сервис-провайдер без учета identity-провайдера. То есть все будет зависеть, насколько поставил экспайринг сервис-провайдер. В принципе, та модель, которую предлагает SAML, представляет три составляющие. Это identity-провайдер, это та система, которая знает про субъект, она может предоставить данные. Сервис-провайдер – это система, которая дает нам какие-то услуги, сервис, которая, по сути, нуждается в подтверждении данных пользователя. И Reliant Party – это какие-то менеджеры внутри. Можно использовать любые менеджеры для хранения этих доверенных данных. По сути, SAML протокол выглядит примерно так. Это assertion этого протокола. То есть вообще как identity-провайдер, так и сервис-провайдер обменивается… У них у каждого есть такие XML, они заполнены информацией друг к другу, грубо говоря. То есть identity-провайдер должен знать про сервис-провайдер, сервис-провайдер должен знать про identity-провайдер, чтобы они могли взаимодействовать. То есть identity-провайдеры обязательно должны зарестрированы как клиенты. Клиенты – это как раз сервис-провайдеры. А сервис-провайдер должен знать, куда ходить за авторизацией. Также из реализации самих SSO можно рассматривать как федерацию, потому что в сети не обязательно может быть один identity-провайдер, их может быть несколько, но это немного усложняет реализацию самих сервис-провайдеров, потому что они должны знать о всех identity-провайдерах, которые могут предоставить данные. Для этого используют Federation – это как раз агрегирующая составляющая, которая будет у нас хранить вот эти все identity-провайдеры, в принципе. То есть identity-провайдеры не будут общаться напрямую с сервисами, они не будут общаться непосредственно с этим федерационным сервисом. И есть еще конфедерация. Это когда у нас есть федерационный сервис. Он тоже агрегирует, ну когда, вернее, несколько есть федерационных сервисов, вот здесь тоже федерационный сервис, он агрегирует тоже несколько каких-то identity-провайдеров и здесь тоже агрегирует несколько identity-провайдеров, и поэтому это называется конфедерация, потому что всегда можно отказаться от какого-то из них, и все будет нормально. Ну, в принципе, это схема пример, как можно устроить нотентификацию, когда вы хотите в сети подключить и LDAP, и SAML, и OAuth, то есть мы должны определить, какой из них будет стерилизованный. Это будет какой-нибудь менеджер API, например, мы к нему будем стучаться по OAuth 2, и он уже будет обмениваться данными, то есть у него есть реализация обмена данных по SAML, и реализация обмена данных по LDAP, и мы можем работать с остальной частью сети, а остальной частью приложений в этой сети, которые используют LDAP, и те, которые используют SAML. То есть, в принципе, федеративный такой подход очень намного упрощает, потому что, поскольку очень много реализаций SSO, очень много проблем из-за этого, потому что, если мы рассчитываем на то, что у нас будет использоваться SAML, то есть сервис, который использует LDAP, нам нужно тогда реализовывать свой какой-то костыль, который будет обмениваться данными между нашим сервисом и этим протоколом LDAP. Например, мы можем по LDAP подключить принтер, но через веб вы не отправите на принтер на печать, потому что для этого нужно, чтобы принтер поддерживал этот протокол. А веб протоколы, насколько я знаю, могут быть только популярны те, которые ходят через HTTP, а принтер не обязан поддерживать HTTP, поэтому он использует LDAP внутри сети. Ну, из простых и очень мощных таких реализаций, которые можно поднять у себя, это T-Clock. Я смотрел разные другие реализации, когда во время разработки какого-нибудь SSO или какого-то протокола хочется, чтобы Identity Provider поддерживал как можно больше протоколов. Но, в принципе, если вы делаете веб, то достаточно OpenID и SAML, что, в принципе, T-Clock поддерживает. Кроме этого, он интегрируется, как федерационный сервис с LDAP, ADFS и там еще множество другим протоколов. Также SOT Party может интегрироваться с Facebook, там, ну, с другими сторонними интеграциями. По сути, T-Clock, я хотел его, кстати, показать, но я запустил его все в докере, но он почему-то не поднялся. Потому что там ошибка какая-то с Angular была. Не работает. Ну, дома у меня работает, а здесь что-то не катался. Вот. Ну, как бы упрощает. Если вы собираетесь разрабатывать секьюрное приложение, и вам нет времени реализовывать все эти security policy, авторизации и там, где нужно учесть все вот эти гранты и так далее, то, в принципе, вы можете просто поднять кейклок, настроить между ними работу там по SAMB или по OpenID и, в принципе, менеджмент юзеров как бы без особых проблем. Тем более, там можно экспарент ставить, можно одноразовые пароли ставить, ну, все что угодно, в принципе, все, что касается авторизации. Ну, внутри админка выглядит примерно так. Это, в частности, создание Realm. Realm – это как бы область для user, ну, для клиентов. То есть есть клиенты – это непосредственные сервис-провайдеры, и для них мы регистрируем область. То есть можем разбить на сервис-провайдеры, допустим, социальные сети, сервис-провайдеры, там, файл-стораджи какие-то. И это будет отдельный, допустим, Realm, и мы тогда можем спокойно юзерам раздавать гранты на те или иные Realm и на те или иные области для работы. Вот. Ну, в принципе, у меня все. Если есть какие-то вопросы, то если я их знаю, отвечу. У меня есть не то, что вопрос, а у меня есть комментарий. Ты сначала показал там, небо, sequence, диаграму, я бы так это назвал бы. Мог бы трошки назад откатиться в презентации. Это десь было спочатку, там, где был Identity Provider и Ресурс Провайдер. Ось ця, да? Да. Еще на дви вперед. А, вперед? Да. Ага. Перепрошли. Просто, що я тут заметил, що між ресурс сервером і авторизейшн сервером немає комунікації. Наскільки я розумію, після того, як клієнт шла access-токен на ресурс сервер, ресурс сервер має верификнути цей access-токен і поспілкуватися з авторизейшн сервером, правильно? В іншому випадку він, як би, ну, не розуміє, що це за сутність. Здесь же, как раз, суть в тому, що авторизейшн сервер дає сразу і refresh-токен і access-токен. А общается с авторизейшн сервером не ресурс сервер, а клиент. Ну так, а ты даешь access-токен ресурс серверу і ресурс сервер мав би цей токен верификнути? Ну, а access-токен – це вже верифіцірований токен. Рефреш-токен, ну, по refresh-токену получаємо access-токен. Т.е. верифікація відбувається в видачі именно access-токену. Ну, окей, як ресурс сервер знає типу, наприклад, які ролі по цьому access-токену доступні? Да, да, да. То есть, если нам, допустим, на ресурс сервере нужно, допустим, поднять данные какого-то юзера, то мы… Ну, вообще, если учитывать то, что это OUS2, то токен у нас может быть JSON WebToken. Ну да, JVT, да. Да, и здесь могут быть данные, те, которые нам необходимы. То есть, ну, суть не в том реализации, общается ли сервер в бэграунде с авторизационным сервисом. То есть, нам вернули access-токену, это может быть JWT, и там может быть юзер, его роль и так далее. Это тоже, может быть, это любая может реализация, то есть, нет такой жёсткой схемы. То есть, можно было, да, нарисовать. Да. Замаром. Окей. И ещё есть вопросы, например, по SAML. Ну, с того, что я, разумею, это стандарт разметки, правильно, и большинство всего она используется в связи с SOAP, правильно? Ну, да, вообще, SSO – это просто реализация быстрой аутентификации. На самом деле, по SAML можно просто единоразово авторизироваться и так далее. То есть, это просто стандартизированный как бы протокол, это мог бы быть и JSON, на самом деле. Ага. То есть, там может быть ключ в самом протоколе. То есть, здесь, например, может быть поле, там, security или credentials, и здесь будет лежать целый токен, там, очень большой. Это, грубо говоря, тот ключ, который вы генерируете у себя там в консоли, и вы просто отправляете его в текстовом формате. И то же самое, другой ключ, то есть, публичный там и приватный, который хранит у себя сервис-провайдер. То есть, он этот ключ накладывает, и так он достоверяется, что это обычно асинхронная, по сути, происходит. И выдает токен, по которому, допустим, вы будете шифровать все свои там месседжи между сервис-провайдером и клиентом. Ну да, так выглядит, что, если не Microsoft Scope, то использовать Summall — это такое очень интересное решение. Не, на самом деле, Summall — это не Microsoft, это как раз веб-скоуп. То есть, можно обойтись JSON-web-токеном, но это все зависит от реализации, которую вы делаете. То есть, простой — да, можно обойтись OAUS. Но если вы будете использовать более жесткую политику безопасности, то Summall предоставляет очень много полей для этого. То есть, как сервис-провайдер EWA об этом, так и identity-провайдер знает, какие требования хочет клиент. В этом плане это больше подходит. Ну да, скорее всего, все равно моё вопрос было в том, типа, когда использовать один, типа, вариант, а когда сам. Если вы будете использовать JSON-web-токен, это будет ваша реализация. Вы не сможете интегрировать это с identity-провайдер. Фишка SSO в том, что появилось большое множество identity-провайдеров. Большое множество реализаций, как Okta, OnePing, OneLogin, тот же самый Microsoft, свои сервисы. Он принимает как Summall, так и DFS на бэкграунде. То есть, это как бы стандарт. Вы можете реализовывать любое, которое хотите. То есть, нет никакой такой догмы, которая обязательно должна быть реализована. Обязательно стандарт, если ты там сделал не так, то скажешь, что ты, типа, неправильно сделал. Главное, чтобы это удовлетворяло секьюрити требованиям и всё. Окей, дякую. Продолжение следует...